Красный цвет берем кусочек еще, красный цвет берем, к сарафанчику с обратной стороны квадратик. В нашем проекте принимали участие ребятишки в возрасте от 7 до 12 лет. И каждый выполнял ту работу, которая ему по силам. Занимались мы два раза в неделю по два часа. У нас даже есть костяк группы, который ни разу за лето не пропустил ни одного занятия вот в надежде сделать и увидеть все своими руками. Для того, чтобы эти герои, которых мы задумали, чтобы они попали на экраны телевизоров, мы проделали очень много конкретных этапов. То есть это рисование, написание фонов, это создание самих героев из пластилина, которых великое множество, их более тысячи вот таких вот маленьких фигурок. Я люблю семейскую девушку. У меня чисто она, я думаю, что она будет работать у меня в поле, и она еще не будет мне замужем. У семейских на волосах крепится специальное, скажем, ожерелье, специальное украшение, по которому можно понять, перед свадьбой его, после свадьбы его меняют. Примерно минут 20-30 все-таки уходит на персонажа, если, конечно же, он такой более крупный. Самое сложное – это все самое маленькое. Как бы глаза, как бы нос, рот и всякие украшения, там, изоры. После этого мы придумывали сцены, и сцены оживляли, ну, очень просто, примитивно, с помощью фотоаппарата. Чтобы мы персонаж ожил, нужно немножко поднять руку и сфотографировать. А потом нужно еще раз поднять и еще раз сфотографировать. И так примерно 250 раз за одну серию. Каждая серия длительностью полторы-две минуты. И в этих сериях задействовано очень большое количество персонажей. Это и казаки, это и ламы, это и люди в национальных костюмах. То есть у нас есть и семейские, есть и буряты, есть и евреи. Более взрослые ребятишки, которые есть в нашей студии, мы научили их делать монтаж фильмов. Для начала надо выбрать отснятые кадры. Смотреть хорошие кадры, где попадают руки, ну, или свет попадает. Вот, например, у меня свет попал. Потом расширять кадры, ну, длительность кадров. Звук записывает моя подруга Настя. А потом я вставляю его в серию. Устанавливаю длительность звука. Конечно, мы очень хотим, чтобы с нашим мультфильмом ознакомилось как можно больше жителей города Улан-Удэ. И поэтому в первую очередь проект покажут на канале Тевиком. Каждый день будет выходить по новой серии. И так вплоть до самого празднования Дня города. А кроме этого, когда школьники придут в школу на классных часах и в детских садах, мы совместно с библиотекой имени Гайдара, детской библиотекой, проведем мероприятие, которые так и будут называться Улан-Удэ. Это мой любимый город.